Ему в Варшаве памятник не поставили. По сегодняшний день в Варшаве нет памятника Гитлеру. Да и нигде в этом мире, насколько я знаю, по крайней мере в нормальных странах этого мира, цивилизованных, нет нигде памятника Гитлеру. То как может Путин делать подобные заявления? Это ведь даже не двойные стандарты. Это какое-то преступное лицемерие. Когда Россия придет к тому, что... Тут на днях Путин выступал где-то. У нас Путин вообще в последнее время очень активный. Очень много выступлений, всяких пресс-конференций, высказываний, встреч и так далее. Где он делает очень интересные и противоречивые, на мой взгляд, заявления. И вот на днях Кадыра выступая где-то, высказался по поводу нацистской Германии, Польши, времен того 39-го, значит, года. Давайте для начала послушаем, что говорит Путин, а потом я прокомментирую эти слова. Что меня, честно говоря, вот задело, я вам честно скажу. Это, как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши, так называемый еврейский вопрос. Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послов Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 38-й год, выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил. А потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку. Когда я это услышал, сказал, перепишет. Я ему ответил, фюрер он ответил, Гитлер. Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Представляете, говорит Путин, 39-й год, выслать целый народ на вымирание в Африку. Удивляется Путин. 39-й год, говорит, представляете. И затем он говорит, что этот посол, то ли министр иностранных дел Польши сказал, что если вы это сделаете, то мы вам поставим памятник в Варшаве. И говорит, значит, свиньи, негодяи, оскорбляет их за это Путин. Но здесь я с ним соглашусь, конечно, что свиньи, безусловно, это очень отвратительные люди были, преступники. Но, вот удивление Путина, что представляете, говорит, 39-й год, они хотят, значит, людей выслать. Вот почему-то, почему-то Путина не удивляет, что 43-й, 44-й год, и Сталин, советская власть, высылает народы Северного Кавказа, и не только Северного Кавказа, крымских татар, немцев и других, высылает их, значит, в Среднюю Азию. Точно так же на погибель, весь, все эти народы, вот как, вот Гитлер, в отличие от Сталина, он только хотел, озвучивал, да, ни в коем случае не оправдываем, отвратительный человек, преступник Гитлер, он и так много горя принес еврейскому и другим народам. Но, здесь, конкретно в приведенном примере Путиным, он только озвучивает свое намерение, которое Путина очень сильно удивляет, да, он возмущает. Как это так, 39-й год, он говорит, целый народ хочет, значит, выслать там на погибель в Африку. Но чья бы мычала, ведь этого, этому Гитлеру, которому хотели поставить в Варшаве памятник, если он, значит, это сделает, ему в Варшаве памятник не поставили. По сегодняшний день в Варшаве нет памятника Гитлеру, да и нигде в этом мире, насколько я знаю, по крайней мере в нормальных странах этого мира, цивилизованных, нет нигде памятника Гитлеру. А он, я подчеркиваю, он, как говорит Путин, он намеревался выслать. Но зато Сталин, он не намеревался, он выслал. Вот то, что Гитлер хотел сделать, он сделал, он взял пример с этого намерения Гитлера и реализовал его на народах Северного Кавказа и не только. На крымских, там, татарах, на немцах, он это реализовал, воплотил в жизнь эту гитлеровскую идею. И вот в отличие от Варшавы, где не поставили памятник Гитлеру, Сталину в России ставят по сегодняшний день памятники. Его именем называют улицы, площадя. Почтение этого человека считается абсолютно нормой. Я подчеркиваю, что ни в Варшаве, ни где-либо в другой стране Европы, ну не считая каких-нибудь восточных, слишком восточных европейских стран, в европейских странах даже как-то в позитивном ключе отзываться о Гитлере, это считается, ну, чуть ли преступлением. В некоторых странах преступлением, в некоторых странах это просто осуждается, в принципе тебя не поймут. Но нормой это нигде не считается. Даже те какие-то хорошие, так скажем, достижения Гитлера, вот за то время правления, наверняка у человека же были какие-то и достижения. Там почту, допустим, хорошо устроил там и так далее. Даже эти вещи не упоминаются из-за того, что этот человек был преступником. И Европа сегодня, вот в том числе и Польша, которую Путин решил упрекнуть за то, что якобы тогда хотели Гитлеру там поставить памятник. И Польша в том числе об этом человеке не отзывается добрым словом. Не отмечаются даже его какие-то хорошие стороны или его достижения. Зато в России Сталина, который не просто намеревался, а отправил людей на погибель, выслал, провел геноцид огромных народов, Сталину не просто ставят памятники и называют там в честь него улицы и площадя. На федеральных каналах российских всякие деятели какие-то, политические, общественные и так далее, типа Проханова, Шевченко, Максима, они свободно на всю Россию рассуждают о том, каким великим руководителем был Сталин. Как сильно он, значит, поднял, видите ли, страну. Индустриальный бум и прочие вещи. Вы подобного нигде не встретите в Европе, чтобы таким образом где-нибудь обсуждался индустриальный бум гитлеровской Германии, что вот, мол, он поднял, видите ли, это государство и прочие вещи. Поэтому, когда Путин говорит подобное, это звучит очень, очень кощунственно, так знаете, но недостойно. Как можно удивляться и как-то порицать тех людей, которые в итоге и даже и не поставили этот памятник, где в итоге нет ни коммунизма, ни нацизма, к счастью. Как можно осуждать и говорить, приводить вообще в пример это государство, те времена, если у тебя, твое государство является не менее фашистским, чем была гитлеровская Германия, если руководители в этом твоем государстве были ничуть не меньше преступниками, чем Гитлер, если они вместе с Гитлером делили ту самую Польшу, вместе с Гитлером пакт Молотова-Ревентропа был заключен и Европа, по сути, была поделена, если это все, то, что происходило тогда в твоей стране, даже не осуждается, об этом говорят, ну, в часть, по крайней мере, населения, может официально, открыто, на федеральных каналах говорить об этом, как о каком-то великом переводе вашей истории, а о тех руководителях, преступниках говорить, как о великих руководителях, то как может Путин делать подобные заявления? Это ведь, это даже не двойные стандарты, это какое-то преступное лицемерие. Когда Россия придет к тому, что, как, допустим, в Европе, оправдание или отрицание Холокоста в некоторых странах является преступлением, вот если в России придет к тому, что отрицание или оправдание геноцида народов Северного Кавказа, крымских, татар, немцев, что это будет уголовно наказуемым, или как минимум, там, как-то иначе осуждаемым, вот тогда, когда вы признаете, что это преступление, когда вы всех людей реабилитируете, будете этим народом, государством выплачивать компенсации, в дни, когда вы из-за вашей вины, значит, постигло горе этих людей, вы будете стоять с опущенными головами, вместе стоять с руководителями этих народов, вот тогда вы сможете делать подобные заявления, а пока вы просто не имеете никакого ни морального, ни юридического, никакого права делать подобные заявления. Мы, я и вообще в целом любые нормальные люди относятся с осуждением к Гитлеру, к Сталину и к любым иным тиранам и преступникам, в том числе и к вам лично, Путин, мы тоже относимся с крайней неприязнью и осуждением, но в любом случае мы должны понимать, что Польша сегодня, она другая, и оперировать теми какими-то моментами из истории, пытаясь сегодня в этом упрекнуть Польшу, если бы Польша оправдывала бы то, вот те слова, допустим, этого министра иностранного отдела или посла, в этом случае я понимаю, может быть, это было бы актуально, но кто это оправдывает? Сегодня в Европе нет той страны, которая бы оправдывала то, что происходило в гитлеровской Германии. Это очень дешевые такие ходы для идиотов. Да, возможно, там в России кто-то это послушал и прям ахнул, как круто вы, значит, ткнули носом этих европейцев, но не ткнули, вы сами себя только ткнули, вы сами себя ткнули в свои же противоречия, вы абсолютно не нормальных, трезвомыслящих, здравомыслящих людей, вы ничем не удивили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok